Необходимость в принятии нового генерального плана возникла в связи с преобразованием Ленинского района в городской округ. Но прежде чем документ был составлен, проведена большая работа, в ходе которой выяснялось мнение местных жителей по развитию той или иной территории. Были назначены и в период с 26 января по 26 февраля проведены общественные обсуждения по проекту генерального плана Ленинского городского округа. Информационные материалы были представлены на экспозиции проекта в здании архитектуры. В целях доведения до населения информации о содержании проекта дополнительно были открыты выставки материалов проекта в центрах государственных и муниципальных услуг, мои документы. Также информационные материалы по проекту были размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа в разделе строительство и архитектура. Докладчик по вопросу, первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин, также отметил, что документ сформирован с учетом многих факторов. Проект генерального плана выполнен с учетом замечаний жителей и собственников земельных участков, представителей предприятий и направлен на развитие городского округа, открытие и успешно функционирование новых предприятий, создание рабочих мест и полностью интегрирован в развитие Московской области, принимая во внимание географическое положение нашего городского округа и концепцию развития наших соседей города Москва. В ходе общественных обсуждений поступило более 1300 предложений и замечаний. Все они были рассмотрены и часть включена в проект генерального плана. У нас у всех был повод разобраться, принимать, в том числе отдавать какие-то ответы, принимать граждан, давать сопутствующие пояснения по проекту генерального плана. В том числе открыт для взаимодействия был и Альберт Александрович у нас, и архитектура. На протяжении трех месяцев кто хотел, в общем, даже добежал, что называется, и до правительства Московской области, получил все необходимые разъяснения. Мы своим решением просто соблюдаем легитимность процедуры общественных обсуждений, соблюдения прав, законных интересов гражданских, физических, юридических лиц по рассмотрению их обращений, внесению изменений. Проект генерального плана Ленинского городского округа разрабатывался на расчетный период до 2040 года. Планируемая численность постоянного населения более 630 тысяч человек. Садокладчик по вопросу, заместитель главы округа Сергей Гаврилов, рассказал о деталях проекта генерального плана. Для обеспечения прироста населения объектами инфраструктуры генеральным планом на территории округа предусмотрено Строительство дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ общей емкостью 34 863 места и 73 695 места соответственно. Строительство 9 больничных стационаров общей емкостью 4950 коек, а также 28 амбулаторно-поликлинических учреждений общей емкостью 9 368 посещений в смену. Размещение 8 станций скорой помощи общей емкостью на 55 машин. Строительство универсальных культурно-досуговых центров и детских школ искусств. Предусматривается размещение 8 универсальных центров социального обслуживания населения на территории округа. Строительство 45 физкультурно-оздоровительных комплексов, значительная часть которых будет оснащена бассейнами. Также он рассказал о развитии дорожной сети, инженерной инфраструктуры и сохранении природных и культурных объектов. После выступления депутаты задали главе городского округа Дмитрию Абаренову несколько вопросов, касающихся развития той или иной территории. Я благодарен всем вам, уважаемые депутаты, за то, что с неравнодушием подошли каждый к своей территории. Мы буквально до мелочей приводили все в соответствии с тем, что хотят наши жители. Я надеюсь, что существенную часть вопросов мы сняли. Людей, которые, скажем так, пытались осуществить застройку в резонансных историях, у них такой возможности без внесения изменений в генплан просто не будет. Они не получат никакой разрешительной документации ни на каком уровне. По окончании обсуждений депутаты большинством голосов утвердили генеральный план Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.